Простые эфиры в химии веществах, которые входят в состав растворителей, очищающих поверхность от трудновыводимых пятен. Мы занимаемся тем же самым, только в области гуманитарной. Это проект «Простые эфиры». Здравствуйте. Каждый год 31 декабря Женя Лукашин ходит в баню и с таким же новогодним постоянством каждый год 19 января замерзшие городские пруды и прочие открытые водоемы, откуда сбежала уже всякая живность азиапсад холода, наполняются несчастливым количеством людей. Завидное постоянство зимних праздников. Народ наш благоговейно и озорно совершает один из самых любимых зимних ритуалов. Напрочь непонятный иностранцам, неоднозначно воспринимаемый и нашими соотечественниками, но так много повествующий о загадочной тайне русской души. Крещенские купания – самый большой религиозный фейк и самый благочестивый православный обычай. И все одновременно. В зависимости от того, кто, как и с каким настроением их совершает. И уж поскольку мероприятие это повторяется из года в год и из года в год, мы слышим десятки самых противоречивых мнений о смысле, истории и правилах крещенских купаний, о чем нам щедро повествуют и средства массовой информации, и сарафанное радио, и просто зеваки, то, наконец, пришла пора пролить едкую правду наших простых эфиров и на эту блуждающую тему. Итак, откуда есть пошли все эти зимние забавы? Ну, во-первых, ни они первые, ни они последние. Крещенские купания – это продукт народного религиозного творчества, коего у нашего талантливого изобретательного народа хоть отбавляй. Ну, судите сами. Перед началом Великого Поста в народном календаре стоит Масленица. Праздник блинов сыра и радости. Хотя некоторые авторы любят повторять, что это, мол, языческий праздник, пришедший в православие. Современные исследователи давно уже разбили в пух и прах эту заскорузлую теорию. Ни по календарным дням, ни по гастрономическим формам этот праздник языческим не является. И даже пресловутая байка про блины как символ солнца – выдумка современных фантазеров, поскольку языческая Русь блинов не знала. И пельмени, кстати, тоже. Масленица целиком и полностью продукт православного предпостного календаря, когда народ в избытке тратил свою молодецкую удаль, чтобы войти в Великий Пост с шумящим в ушах контрастом, в котором почему-то находил себе основу для последующего покаяния. Ну, вот такая таинственная русская душа. Этот эпизод замечательно показан, если помните, в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Но народный православный календарь на этом не заканчивается. Последняя неделя Великого Поста – праздник входа Господня в Иерусалим. Воспоминания о том, как население Иерусалима радостно встречало спасителя, который въезжал в Святой Град. В руках тогда у древних очевидцев этого события были пальмовые ветви. Но ведь оно и понятно. Пальма на Востоке – это такой царский символ. Из пальмовых веток делали апахала, которыми обдували порфирородных особ в жаркий летний зной. Этот эпизод так понравился нашим предкам, что они тут же ответили на него своим собственным изобретением – Ива. В Центральной России первое дерево, которое распускается по весне. Замечательное совпадение. И народ стал срывать ветви Ивы и приносить их в храм, символизируя свою собственную веру. И даже саму Иву переименовали. Отныне она будет вербой. От слова «вера», «верность», «вербность». И сам праздник стал в народе называться «вербное воскресенье». Хороший, добрый обычай. Или вот Пасха Христова. Ну, все же знают, что на Пасху наш народ освящает крашеные яйца, творожные Пасхи и так далее. Людям всегда хотелось участвовать в религиозном празднике. Вот какой-то частью своей ежедневной жизни. Унести из храма в свой дом частичку освященных Богом, простых, обыкновенных, земных, естественных даров. Это же смысл, вот этот же самый смысл, лег и в основу таких народных праздников, как яблочный спас, медовый спас. Само название этих дней свидетельствует о сельскохозяйственном календаре, который вот стал частью православной традиции. Ну, созрел урожай яблок, а тут и праздник великий, преображение Господня. Все рядом. Значит, надо принести эти яблоки в храм, поблагодарить Бога за начатки плодов земных. Так и сложился обычай освящать яблоки 19 августа. И название народное появилось «Спас яблочный». Ну, такая же история и с медовым спасом, и со многими другими элементами народного благочестия, которые наши предки придумывали, а церковь принимала и освящала. И вот медленно, но верно, мы подбираемся с вами к теме крещенских купаний. Казалось бы, это тоже часть народного благочестия, православного календаря, однако тут не все так однозначно. Отношение к крещенским купаниям со стороны церкви нельзя назвать однозначным. Противоположные мнения высказывают и епископы, и священники, и многие прихожане. Если одни возглавляют молебны у крещенских купелей и даже первыми заходят в освященную прорубь, то другие категорически осуждают это действие и не благословляют верующих купаться. Почему же такое неоднозначное отношение к этому обычаю? Что с ним не так? И как он вообще появился? Логика крещенских купаний, как христианского обряда, строится на совсем иных началах, нежели, например, логика принесения в храм плодов земных с последующим их освящением. Вот когда наши предки несли в храм там яблоки, орехи, мед, яйца и так далее, они тем самым просто хотели поблагодарить Бога. Простая и очень правильная педагогика, умение говорить спасибо. А вот крещенские купания пришли к нам из совершенно иного символического ряда. Тут уже не столько про благодарность, сколько про переживания тех евангельских событий, которые православный христианин мог слышать за богослужением, особенно во время чтения Евангелия. Самый ближайший аналог такой логики, конечно же, вербное воскресение. Как я уже сказал, это простая народная параллель. Там тогда народ израильский встречал спасителя паймами, Тут мы сейчас стоим с ветвями вербы, прикосновения к событию через участие в нем. И надо вам сказать, такие религиозные формы были не редкостью в былые времена. Еще в 17 веке на Руси практиковались чинопоследования с элементами театральных представлений. Эта традиция была очень популярна и в средневековой Европе, где подобные постановки назывались мистериями. По сути, это наглядное повторение некоторых библейских историй. Среди самых популярных действий, существовавших на Руси, можно назвать шествие на осляте, в праздник вербного воскресения, когда патриарх восседал на ослике, а московский государь вводил его в Кремль. Печное действо, совершаемое перед Рождеством Христовым, когда вспоминали трех ветхозаветных отроков, спасенных Богом горящей печки. А также омовение ног в Великий Четверг, как это сделал Христос своим ученикам. Нет ничего удивительного, что эти мистерии, евангельские параллели, разыгрывания некоторых сценок из священного писания были очень популярными и любимыми народом. Ну, грамотных было немного, интерес к священным текстам был велик, а увлекательных каких-то доступных форм, ну, как сегодня там кино, театр и так далее, было мало. Вот и сложились эти чинопоследования, где богослужение и некое драматическое действие наиболее наглядно доносило до людей духовный смысл праздника. И народ это любил, и массово в этом принимал участие. И наши вербы на вербное воскресенье, да и омовение ног в Великий Четверг, это лишь остатки той богатой православной драматургии, что существовало у наших далеких предков. И по той же самой схеме, надо вам сказать, складывался обычай крещенских купаний. Если это событие есть в Евангелии, то почему бы его благоговейно не повторить в бытовых условиях? Однако, несмотря на популярность этого обычая сегодня, он является самым молодым из всех, а возник он вот как. Крещенские купания оформились в традицию лишь в середине XIX века. В это время в Палестине была создана русская духовная миссия, которая позволила многим гражданам Российской империи посещать Святую Землю и окунаться в реке Иордан. Возвращаясь на родину, паломники привезли с собой этот обычай, именуя с тех пор зимние русские купели Иорданью. Скажу более, крещенским купаниям суждено было даже стать частью исповедника, технического подвига нашего народа в период советских гонений. Достаточно вспомнить знаменитую Саратовскую купель 1949 года. 19 января 1949 года тысячи жителей Саратова вышли на лед реки Волги, чтобы принять участие в крещенских купаниях. Газета «Правда» разразилась разгромной статьей. Был снят с должности председатель райсполкома. Доклад лег на стол самому Сталину. Крещенские купания были объявлены злейшим идеологическим врагом коммунистического режима. Однако они так и оставались символом сопротивления безбожной пропаганде и практиковались многими людьми, включая советских диссидентов. Почему же при таком героическом прошлом этого молодого обычая к нему такое неоднозначное отношение? Дело все в том, что крещенские купания по праву можно назвать украденным праздником. Вернее, праздником с украденным смыслом. Из года в год средства массовой информации, сарафанное радио и просто всезнающие зеваки рассказывают нам о том, что в крещенской проруби, мол, омываются грехи и подается прощение. Благодаря этим байкам христианский обряд все более становится похож на какой-то финальный эпизод сказки Ершова про конька-горбунка, где в роли волшебной лошадки батюшки с крапилом, а в роли омолаживающего чана крещенская купель. Хорошенькая дельца получается. Неплохо устроились граждане, исповедующие такой подход. Это получается, что человек весь год мог грешить, ругаться, ссориться, предавать, воровать, изменять, врать, совершать прочие бессовестные поступки. Но вот стоит ему побаловать свои телеса холодной бане раз в году, и все с него, как с гуся вода. Между тем, прощение грехов – это не выдача нового паспорта. Знаете, когда сфоткался, заполнил анкету и жизнь с чистого листа. Это глубокое изменение внутри самого человека. Перемена эта называется на церковном языке «покаяние». Русское слово не до конца отражает тот глубокий смысл, что заложен в этом термине на языке греческом. Покаяние по-гречески метаноя. Это слово состоит из предлога «мета», что значит «пере». Отсюда метаморфозы, метафоры, метаболизм и так далее. То есть что-то, что меняется. И вторая часть этого слова «ноя» происходит от греческого существительного «нус», что означает «ум» или «душа». Таким образом, метаноя, покаяние, это буквально перемена ума, перемена смыслов, изменение души, то есть глубочайший внутренний разворот на 180 градусов. То, к чему было повернуто мое лицо, к чему была направлена моя жизнь, что ее калечило и разрушало, к тому я поворачиваюсь спиной. А то, что долгие годы видела только мою спину, что было в игноре, в запущенном состоянии, к тому я оборачиваюсь всем своим лицом и вниманием. Вот что такое метаноя, покаяние. И вот после чего Бог прощает человеку его грехи. То есть это большая внутренняя работа, которая требует человеческой воли, желания, поступка и, в конце концов, времени. Ну вот попробуйте по той же логике выучить, ну, хотя бы иностранный язык. Вот возьмите, вылейте себе на голову ведро холодной воды и попробуйте заговорить на новом языке. Думаю, что в лучшем случае ваш язык останется прежним, только сильно измененной лексикой. Ничего не произойдет, потому что новые знания, новые состояния ума, они требуют личных волевых усилий, усердия, а не магии 25-го кадра. А уж в случае с прощением грехов и покаянием и подавно. Так что омытие грехов в крещенской проруби – это, простите, не только чушь тесусветная. Это глубочайшее оскорбление человеческого достоинства. Потому что вчерашний негодяй по определению не может стать сегодняшним ангелом только лишь от 10-секундного переохлаждения в январской проруби. Человека что-то меняет изнутри, а все остальное – печальная фантазия. Тот хоть снеговика из себя с морковкой между глаз лепи, ничего нового не произойдет. Ну, только степень самообмана увеличится. В общем, пролив изрядную порцию простых эфиров на эту весьма затертую в годах тему, выводы делаем следующие. Купание крещенские является частью наших народных православных традиций. Обычай этот необязательный. Нужно 10 раз подумать, прежде чем его осуществить. Ну, и еще важно помнить, что обычай этот самый молодой из всех ныне практикуемых. Он вполне приемлем, если сохраняется в рамках своего изначального смысла, как благочестивое омовение в подражании нашим предкам, совершавшим паломничество на святую землю. И, с другой стороны, этот обычай может быть совершенной дикостью, когда наполнил какими-то вот шаманскими, магическими идеями о здоровье, успехе и прощении грехов. «Швейцарский рай у русского организма вызывает рвотный рефлекс», так писал Гоголь об одной своей альпийской поездке. «Вот чего-то постоянно не хватает нашему гражданину. Как-то неуютно ему живется, если в жизни нет места подвигу, экстриму, удали, смелости, острым ощущениям и прочим контрастным состояниям. Наверное, в этом нет ничего предусудительного. У каждого народа есть свои забавы и особенности на грани со странностями. По крайней мере, этот наш обычай ничуть не более странен, чем испанская корида, индийский ритуал сати или итальянская традиция выбрасывать ненужную мебель из окна. Главное, чтобы каждый год, когда наши отважные граждане собираются вокруг крещенских купелей, ими двигали не слабоумие и отвага, а рассудительность и вера. И тогда все будет на своем месте. Берегите себя и всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин